Слава Богу! Четвертая часть семинара «Свобода от религиозного культизма». Сегодня 24 июля 2018 года. Прямой трансляцией на YouTube и на Facebook. Слава Иисусу Христу! Слава навеки Богу Святому! И ни в ком другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надвижало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. Приветствую всех вас из города Киева, с нашей Киевской архиепископией, реформаторской православной церкви Христа Спасителя. Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев. Провожу сегодня семинар «Свобода от религиозного культизма». Свобода от религиозного культизма. Я уже упоминал сегодня некоторые проблемы религиозного культизма. И место из Писания, фрагменты, два таких текста из Писания священного, я таким озаглавием тоже, значит, как бы эпиграфом тоже обозначил, в рассылке и, значит, на своих страницах здесь, значит, в социальных сетях, и, значит, в блоге своем. Первое место из Писания – это Евангелие от Иоанна 8.32, где говорится, что если мы ученики его, мы учимся, да, и написано «И познайте истину, и познайте истину, и истина сделает вас свободными». А второе место из Писания, значит, то было Иоанна 8.32, а это послание апостола Павла к Ефесянам 5.11. Написано «И не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте». Где апостол Павел очень четко выделил две таких важных идеи. Первое – мы не должны иметь общение с бесами, да, никакого участия в бесплодных делах тьмы – это первое. А второе – не только самим не участвовать, но и обличать эти дела тьмы, обличать, чтобы люди, действительно, многие люди, ну, по крайней мере, задумались, имели возможность задуматься, подумать об этом, вот, и дай Боже обратились. Я лично молюсь о том, чтобы миллионы и миллионы людей, обманутые многовековой такой религиозной ложной пропагандой, сегодня бы обратились к живому Богу, к Спасителю Господу Иисусу Христу, к Утешителю Духа Святому. Ведь, действительно, вот, всякого рода религиозные извращения, которые популярны в христианстве сегодня, они лишь закрывают образ Бога и корежат, и сковеркают весь образ Божий для человека. Знаете ли, для людей сама система многобожия, которая тоже является именно такой утверждающей религиозный оккультизм в сознании миллионов и миллионов христиан сегодня, православных, католических и частично протестантских христиан, так вот, это страшная зараза. Многобожия – это вера в то, что якобы молиться можно много кому, вера в разных посредников, ходатаев перед Богом и прочее, прочее, прочее. И, конечно же, соответственно, из этой ложной, неправильной веры вытекающая неправильная, ложная практика. Практика, практические молитвы, обращения, взывания к разного рода посредникам, умершим, как правило, да, людям и ангелам, которых наделяют божескими свойствами всеведения, всеприсутствие, вот, и молятся к ним люди, одурманены этой религиозной ложной пропагандой, уже многовековой такой, я вот подчеркиваю. Потому что история, я сегодня уже упоминал в первых частях, очень древняя этого заблуждения, очень древняя. Вот, и более подробно об этом я рассказываю, об истории происхождения этих заблуждений, рассказываю в семинарах своих по истории христианства. По милости Господней, здесь, в Киеве, сейчас записываю полный курс истории христианской церкви. Историю третьего храма уже, третьего храма. Потому что, как раз мы в эти дни вспоминали, мы же Теснин, будем так говорить, да, мы сейчас вспоминали историю первого храма, историю второго храма, скиню немного вспоминали, падшую, да, говорится, но сейчас скини восстанавливается, да, восстановленная скиния. Вот, и третий храм. Мы живем в эпоху третьего храма, это и стройки тысячелетий. Татьяна Коваленко приветствует, hello, да, слава Богу, приветствую. Вот, и я так понимаю, что семинар, он пошел в такое русло ответа на вопросы, поэтому я отвлекался в эти первые три части, как бы, да, и сейчас я... Я понял, что именно записывать именно курс по истории свободы от религиозного культизма надо отдельно записывать, потому что когда в прямом эфире онлайн, то, ну, немного другой формат, честно так говоря. Я первый раз, вообще-то, провожу такой семинар именно онлайн, именно в эфире в прямом. Вот, на Facebook и на этом... Где вы сейчас меня смотрите? На YouTube, на YouTube, на моем канале YouTube. Вот, слава Богу, уже и там, и там есть подключившиеся люди, слава Богу. Приветствую всех вас, кто подключается сейчас, вот, кто подключился уже, и, конечно же, всех, кто будет потом в записи смотреть эти семинары. Я много свидетельствую на семинарах, вообще, и по истории христианства, и когда провожу подобные семинары, свободу от религиозного культизма, я много свидетельствую, потому что есть такой богатый негативный опыт у меня. Вот, и Бог, Бог всемогущий, когда мы обращаемся к Нему искренне, да, от всего сердца, обращаемся к Его Слову, то Он, даже наш негативный опыт прежний, Он обращает каким-то удивительным образом в позитивный. То есть мы свидетельствуем, допустим, о том, из чего нас Бог спас, из чего Он нас достал, из какой грязи в князе, да, и из каких проблем Он нас выручил, да, спас, вот, из каких грехов Он нас вызволил. И знаете ли, и это все служит славе Господней, потому что многие люди, которые, допустим, в частности, вот по этой теме, если брать, да, находятся сегодня в больших таких религиозных, оккультных проблемах, послушая свидетельства, послушая Слово Божье, послушая исторические некоторые факты, и послушая самое ценное живое свидетельство, вышедшего из плена религиозного дурмана, сеть расторнута, как говорится, и мы избавились, слава Богу. Задумаются, как минимум, что если Бог спас того товарища, может, и меня спасет. И я знаю, что Бог действительно спасает грешников, и я этому живой свидетель. Бог спас меня, и помиловал, и оправдал, и я знаю, что это произошло чудесным образом. Своё спасение я просто восхищаюсь Богом, и благодарю Бога Всемогущего за это чудо. Я очень дорожу этим. И знаете, я сейчас здесь в Киеве, на Киото, вот мы, когда в Киев приехали, то мы снимали здесь квартиру неподалёку, на Малышка, возле станции метро Чернигевска. И я помню, как я преподавал здесь, там через дорогу ДК Химволокно, там библейский институт располагался. Я там преподавал, и один из студентов, бывший бандит, криминальный человек, он вот тогда студент библейского института, покаявшийся христианин, брат наш уже, слава Богу, Бог меняет всех, Бог ломает всех, просто вот все эти клетки, ломает все эти вот барьеры, все эти, слава Богу, сети расторгает, разрывает сети и спасает нас. Аллилуйя. Так вот, и он, значит, пригласил меня помолиться, предложил помолиться за одну женщину, которая умирала от наркотиков, греха, блуда, всего, значит, и я приехал помолиться за ту женщину, она заживо гнила уже, разлагалась, даже кости были видны уже, вот плоть была уже съедена, этой болезнью страшной, и кожа на ней мало оставалась уже, она была голой, но и кожа на ней мало оставалась уже. Вот, значит, страшная история. Она молилась с нами, но она не могла молиться физически, ну, вот именно, как сказать, словами, потому что, значит, она была такая вот, полуразложившаяся, у нее глотка уже провалилась, уже прогнила, вот, но она глазами молилась с нами, потому что Бог слышит молитву, когда даже она вот чисто, просто только от сердца, все, вот, когда мы вопим уже к Богу, и она молилась с нами таким образом, мы молились за эту женщину, потом уже дома, здесь уже на квартире, у меня такая мысль такая возникла, думаю, на молитве тоже, думаю, благодарю Тебя, Господи, слава Тебе, Господи, что не такой, как некоторые вот эти грешники, ну, как бы, ну, конечно, попросил у Бога прощения, говорю, прости, Господи, это очень похоже на фарисейскую молитву эту, который ушел менее оправданным, чем мытарь, ну, думаю, ну, все-таки, когда правда в этом есть, вы знаете ли, и Бог во сне тогда же, это было тогда еще, в 97 году, и Бог во сне показал здесь мне ту грязь, из которой он меня достал, грязь религиозного культизма, страшная вещь, во сне я видел ту грязь, она еще была более грязнее, еще более отвратительной, чем даже та грязь, грязь, в которой были другие люди, хрестоматийные грешники, наркоманы, алкоголики, тунеядцы, убийцы, вот, казнокрады, коррупционеры всякие, вот, вся их грязь, она была не такой грязной в сравнении с моей грязью, грязь религиозного культизма, мракобесия, она более липкая, она более страшная грязь, вот, если повесил, я, значит, тоже, значит, мухи летают, я повесил, такие липучки, такие купил, две липучки, чтобы на них мухи прилипали, и уже налипли многие, вот, значит, вот, знаете, вот, религия, она делает такую страшную вещь с человеческими душами, она налипает души, как бы, человеческие, получаются, налипают на нее, вот, и погибают, вот, и Бог спас меня, Налипшего уже, прилипшего уже Все уже, вошедшего туда уже В это состояние Религиозное, оккультное Он меня спас оттуда, слава Господу Сетку надо на окно Ну, пока Нема хорошей Ничего, Бог все усмотрит Здесь снимаем квартиру Здесь, значит, Бог усмотрел До конца августа нахожусь здесь Вот, и знаете, друзья Скажу, что Господь Он милостив, и вот во сне Бог проговорил, он видел, показал мне грязь Во-первых, да, семья Татьяненко Приветствую всех вас, добрый вечер Аллилуйя, благословение вам Господне Так вот, и во сне Я видел не только грязь тогда, в 97-м году Не только грязь религиозного Оккультизма, мракобесия этого С которого Бог меня достал в 96-м еще году Но знаете ли, то есть больше года Уже прошло тогда, вот этой свободы моей Но самое интересное дальше было Я слышал во сне голос Во сне я слышал голос, который говорил мне Несколько раз, одно и то же повторял мне Он говорил мне этот голос Для того, чтобы спасти тебя Мне понадобилось больше усилий Чем для того, чтобы спасти наркомана, алкоголика или проститутку Держи то, что ты сейчас имеешь Дорожи тем, что ты сейчас имеешь И так было сказано много раз Вот И это было во сне И я проснулся И только было подумал Надо же, что мне приснилось Ха, хотите верьте, хотите нет Это уже был не сон Это уже была явь Я уже проснулся И не просто там полудрема Нет, проснулся сразу Я уже здесь Да, я проснулся Но тот же самый голос Еще раз Я слышал Своими ушами Тихо Как будто моя мысль Но это не моя мысль Это был голос И это не отзвук сна Нет То же самое Слово в слово Для того, чтобы спасти тебя Мне понадобилось больше усилий Чем для того, чтобы спасти наркомана, алкоголика или проститутку Держи то, что ты сейчас имеешь Дороже тем, что ты сейчас имеешь И я уже не мог после этого подумать Надо же, что мне приснилось Это не просто сон Про не сон, не сон Нет И я так понял Откровение целое Конечно, я каялся Просил у Бога прощения тогда Но самое интересное Тогда же, в 97-м Я пересмотрел свои лекции Свои семинары Я проводил эти семинары Тогда Здесь, в библейском институте В колледже Значит, в вечерней школе Силы Божья В разных учебных заведениях Протестантских И вы знаете ли Я понял Во-первых, осознал очень четко С какой грязи меня Бог достал И во-вторых, что Бог хочет спасти Я так понимаю Раз Он меня спас Он хочет спасти Многие души Из этой липкой грязи На мощах и на иконах зарабатывают Как без них выживать РПЦ будет Пишет брат Алекс Но Я уже Ни на мощах Ни на иконах Не зарабатываю Уже все С этим завязал В 96-м году С этим завязал Вот, значит И РПЦ с этим Не завязала Оно и не выживает Оно живет этим Оно по-прежнему Торгует этим всем Вот, грехами И грехами народа моего Кормятся они И к беззаконию Простирается рука их Как пророчествовал еще Слова Божьи Говорил пророк Оссия К отступническим священникам Дома Израилева Но также И то же самое слово Можно отнести сегодня К отступническим священникам Христианским Разных конфессий Православных Протестантских Католических Которые так или иначе Вовлечены сами В религиозно-оккультную практику И вовлекают Других людей Вот И конечно У кого чего молит Я в первую очередь Конечно радую И молюсь О реформации Православной Церкви О покаянии Православия Но и вообще За все христианство Тоже молюсь конечно же Слава Богу Так вот И я упомянул Сегодня О некоторых проблемах Я значит Назову Пошагово Значит Проблемы религиозного культизма Это Почитание мощей Первым я назвал сегодня Как раз В самой первой части Собственно Почему я Сегодня 24 июля Почему я сегодня Провожу этот прямой эфир 18 год Господа Почему Потому что Именно 24 июля Только В далеком Пятом столетии 451 году В Халкедоне Проходил собор В эти летние Жаркие дни И 24 июля Совершилось такое Оккультное действие Манипуляция Религиозная Мощами Великомученицы Ефимии Всехвальной Эта сестра Была уже К тому времени Мертва Полтора столетия Как Вот Значит И манипуляция С ее Высохшими Этими останками Положила Начало уже Открыли Отцы собора 630 отцов Участников Этого Халкедонского Собора По сути Они открыли Ящик Пандоры Я не говорю Что до того Не было Подобной мерзости Религиозный Оккультизм Уже имел Место Быть В частности В странах Африки В Египте В Эфиопии Практиковались Уже Религиозные Оккультные Практики В некоторых Частях Азии Также Монашеством Распространялись Пагубные Такие ереси Но Соборно На государственном Самом высшем И религиозном Уровне Такого не было До 451 года То есть С конца Четвертого Столетия Эта ересь Распространялась Распространялась Все больше и больше А в 451 году 24 июля Это официально Де юре Уже Было совершено И вот С того самого 24 июля 451 года Оккультная практика Это Распространяется И по сей час По сей час Я как раз Говорил О проблеме мощей Дело в том Что Вот по всей Руси По всей Руси Сейчас Кстати Вот Тоже потом буду проводить Семинар о крещении Руси Вот Я Говорю Что это большое несчастье Произошло 1030 лет тому назад На Днепре Здесь По сути Это было преступление Против Евангелия Против Христа Против благодати Божьей Потому что Насильно мил не будешь Потому что В вопросах веры В вопросах Значит Христианства Настоящего христианства Не может быть Принуждения Насилия Убийств Тем более И То что Князь Владимир Стал палачом Своего же народа Это Большая Беда Большая проблема Очень Вот И Конечно Кстати Ровно через 666 лет После Вот Крещения Начало крещения Руси Вот Начался Вот этот Раскол Так называемый РПЦ Ссылается на Костя Елисея Вопрос Николая Бражникова Обычно Сейчас Да Это уже Вопрос Не на Ютубе А на Фейсбуке Читаю Сейчас Так вот Сейчас Обычно Да Ссылаются Но Тогда Вопрос Не был Таким образом Ставлен Поставлен То есть Изначально Это была Чисто оккультная Практика Пришедшая Через Спиритизм В христианство Монашеством Привнесенное Вот А затем Фиговым листом Вырванных Из контекста Некоторых мест Писания Стали прикрывать Наготу Оккультную Этой практики В частности Вот Фиговый лист Такой Вырвали из контекста Вот На кости Елисея Труп был Брошен Значит И он Ожил Этот труп Умерший Воскрес Вот Но Во-первых Значит Это совершенно Не той оперы Значит Песни будем Так говорить Совершенно Не из той оперы Значит Потому что Надо в контексте Не вырывать Из контекста Как вот Сектантский Подход Почему Значит В канонических И в неканонических Православных Церквях Такой Сектантский Подход Существует Он очень удобен Вырываешь из контекста Какие-то фрагменты Песня Вот Там не имеется ввиду Почитание мощей Там Ни в коем разе Бог всемогущий Не повелевает Поклоняться Останкам Елисея Ни в коем разе Елисей Он просил Двойного Помазания Ильи И на самом деле Было в два раза Больше чудес Кроме одного Не хватало Елисей 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 Так и умер Не увидев Это чудо А уже после Смерти Елисей Бог совершил Чудо На его костях Показывая тем самым Что для верующих И еврейские Толкователи И христианские Толкователи В этом были Единогласны Что Здесь имеется Ввиду наука Для нас Верующих Что даже Если ты Умираешь И не видишь Исполнение Прошений Своих Молитв Своих Да Насчет Финала Своей веры Как бы Плода Не унывай Умирай С полным Оптимизмом Потому что Бог знает Когда Как И через кого Совершить Вот так Вот таким образом И кстати Здесь в Украине Был пример Шикарная иллюстрация Такая В западной Украине В одном селе Давно уже был пример Такой Я слышал его не раз уже Одна бабушка Была верующая Одна женщина Была верующая В этом селе Такая евангельская Настоящая Евангельская верующая Возрожденная свыше А все село Было такое Религиозное Такое Православное Католическое И прочее Вот люди Как бы Жили Называли себя Христианами А жили Як не христи Вот значит И Эта одна бабушка Она проповедовала Всю свою жизнь Там эта женщина Состарилась И она там умерла Вот Но вот Через ее судьбу Через ее проповедь По сути В этом селе Ну Пол села Покаялась А вторая половина Ну как бы С уважением Наблюдала За вот Этой женщиной Но однако же И укоряли Неверующие ее Многие Знаете как Укоряли Вот мол Других спасаешь А твои то Все Не христи Значит Дело в том Что у нее Детей много И внуков уже И никто из них Не обратился К Господу К Христу Время еще Так понял Было советское Вот Но самое интересное Представляете Она так умерла Так и не увидела Она молилась Конечно за свой род За свою семью Но так она умерла И так и не увидела Никого из своей семьи Покаявшихся Но она твердо Верила И умирала Улыбаясь Ушла на небеса Знала Что Бог Верен своему слову Хотя она так и не увидела Плода своей веры Но самое интересное Самое странное Протошло Сразу на похоронах ее На похороны Сошло все село Приехали дети Внуки Эту женщину Они увидели Как их маму Их бабушку Очень сильно уважали Пелись Евангельские псалмы Гимны Звучало слово Божье Проповедь И на ее похоронах Я сейчас не помню точно Кто там Внуки Или дети Но кто-то Из первых покаялся А потом В течение На протяжении всего года До годовщины До годовщины Ее смерти Реальная история Из реальной жизни Уже несколько раз Слышал ее От евангельских верующих Здесь в Украине На протяжении одного года Лишь Вся ее семья покаялась Все дети ее покаялись Притом они жили в разных местах Кто в Москве Кто в Киеве Кто еще где Многие вышли в люди Толковые люди Хорошие специалисты Но неверные Неверующие Вот на протяжении года Все покаялись Все обратились Внуки Все покаялись Вообще Христианская семья Образцовая И Представляете Иллюстрация такая Поэтому по поводу Елисея Это все бред Вообще Вырывать из контекста Это большой грех Это признак сектанства Как раз Признак Признак мракобесия Надо внимательно смотреть На любое местописание Во-первых В контексте этой главы Во-вторых В контексте Все книги В-третьих В контексте Все библии А в-четвертых Действительно Молись Вразумляйся Просматривай Весь контекст библии Исторический контекст Не забывай Вот И потом делай выводы уже Вот Это очень важно И Окультная практика Не имеет Никакого оправдания В христианстве Абсолютно Потому что Значит Да Из библии можно взять Можно много чего взять Можно Допустим Из библии Брать Оправдывать И гомосексуализм Вот Обычно Сейчас допустим Оправдывают Всякого рода Разврат К примеру Я был в Нью-Йорке Был на встрече Пастырей Пресвитеров Разных христианских Конфессий За Против Высказывались Разные мнения Вот Значит По поводу Однополых браков Ну и мне Как гостю Тоже дали микрофон Хотя я Как бы Просто гость И все Но им было интересно Вот Говорят гость с России Меня представили Вот значит С Украины С России Вот значит Интересно ваше мнение Вот И А перед тем Как раз там Кто-то из Епископов Не то лютеранских Не то методистских По моему Ну протестантских Оправдывал Подобную практику Однополых браков Тем Что вот В слове божьем Говорится о любви Давида и Анафана И их любовь Была больше Чем любовь женская И буквально В оригинальном тексте Еврита Там имеется ввиду Гомосексуальная связь Вот значит То есть Когда мужчина с мужчиной Живут именно Интимно Но самое интересное Знаете ли Оказавшись в такой Двоякой такой Ну Очень ситуации С микрофоном Перед собранием Там пресс-фитеров Епископов Старейшин Разных церквей Общин протестантских А я был в рясе Православный Вот Там был один католик Но он микрофон Ему не давали Вот Но значит Я сказал так Говорю Братья Говорю Я говорю Со свечкой не стоял Вот Говорю Я не знаю Что там было У Давида и Анафана Но говорю Даже если у них Что-то и было Вот Для меня Как для новозаветного Верующего Как и для христианина Однозначно Давид Не является указом Вот В жизни Давида Много было Всякого И в жизни любого Святого В Библии много Святых разных Описывается Людей И в жизни И в жизни каждого Святого Есть темные пятна Даже на солнце Есть темные пятна В жизни Давида Есть допустим Можно оправдывать Порнографию Допустим Он подглядывал За голыми женщинами Когда так упалось Вот значит он подглядывал Тоже можно оправдывать Допустим Можно оправдывать Убийство Говорю И жизни Давида И жизни многих других Можно много чего оправдывать Возможно У Давида Был и гомосексуальный опыт Возможно Он блудил Будем так говорить Направо и налево. Библия об этом очень подробно рассказывается. И даже ради блуда своего он убил своего, ну, товарища, верного, подданного своего, знаете ли, Урию. Ну, страшная история, конечно. Вот, и однако же, для меня пример, значит, в Библии во всей, стопроцентный для подражания это сам Иисус Христос. Вот, но Давид для меня пример, чего пример? Покаяние. Пример, именно действительно, я могу как новозаветный верующий, как возрожденный христианин, я могу пример брать именно с Давида, именно его покаяние, его обращение, его псалмы. Мы до сих пор перечитываем эти псалмы, даже если он написал некоторые из них сразу после своего гомосексуального опыта, или после блуда, после убийства, после чего-то еще. Он много делал несправедливости всякой, много грешил. Но, знаете ли, Бог видел его сердце, он каялся. Поэтому не будем судить никого, друзья. Не будем судить даже самого себя. Знаете, наш один судья, это Бог всемогущий. Вот. И сегодня выход у нас для всех один. Это сам Господь Иисус Христос. Я верю, что Он есть действительно путь истины и жизнь. И никто не приходит к Отцу, как только лишь через Него. И выход из религиозного оккультизма всякого рода. Это Иисус Христос, Господь и Спаситель. Из любой проблемы. А, кстати, вот во второй, по-моему, в конце второй части, я не успел ответить, потому что уже надо было закрывать эту часть. Кто-то написал, кстати, что вот, как ему выбраться из проблемы гомосексуальной. Я говорю, выход один, это Иисус Христос. Как освободиться от молитвы Богородицы и Святым? Иисус Христос, выход. Как освободиться от почитания мощей? Иисус Христос, выход. Как освободиться от заупокойных молитв и прочих мерзостей? Иисус Христос есть ответ. Он есть Спаситель и Господь. То есть, брат Николай снова написал здесь вопрос какой-то. На каких основаниях, кроме Елисея, еще строит РПЦ свои догмы? Чему вас учили в семинарии? 99% всего оправдания это спиритизм. То есть, это общение, это мистический опыт святых отцов, в частности монахов, древности, времен еще... Ну, 4-й век, 5-й столетия, допустим, да? Их именно мистический опыт. Мистический опыт. И вот одно из подтверждений считается, это вот событие 24 июля 451 года. Я об этом рассказывал в первой части самой. Когда гроб открыли мертвой девушке, в этот гроб положили два рукописания. Значит, одно православное, другое, другая еретическое определение. Закрыли гроб печатями, молились три дня, постились, братья. 630 человек, участников епископов, молились, постились. Вот потом печать вскрыли, открыли гроб. Вот, значит, и увидели одно из рукописаний, правдивое рукописание было в руках у нее, а еретическое в ногах. И потом, как бы, труп ожил, ну, рука, по крайней мере, и протянула она, значит, председателю это рукописание. И вот этот инцидент, произошедший 24 июля 451 года, во время заседания Халкидонского собора, считается главнейшим подтверждением того, что мощи почитать должно и нужно. Именно с того самого инцидента и началось это массовое безумие просто-напросто. Вот, и вообще, монашество, как таковое, оно вышло из гностицизма. Это гностицизм, но в христианство перешедший. Под личиной христианства гностицизм и оккультизм. Я не говорю про всех монахов сейчас. Среди монахов были и светлые личности, даже Мартин Лютер тот же самый был монахом, в конце концов. Кирилл Мефодий были монахами. Много было праведных и угодных богу людей, значит, в монахшестве. Но в целом монашество – это антихристианство. И главная антихристианская идея в христианстве – это монашество. Потому что через нее многие пагубные ерести пришли как раз в христианство. В частности, почитание мощей, многобожие, идолопоклонство. Кстати, почитание икон, иконы, кресты, вот если я это ношу на себе, имею, да, это очень осторожно нужно с этим, очень осторожно. Это пограничные вещи, я об этом рассказывал тоже в семинаре. Но почитание и служение этим вещам – это и есть грех идолопоклонства, это общение с бесами. То есть, если я тот же самый крест и по ноге буду носить и буду думать, что это меня спасает, защищает, когда благоставляет мою духовную жизнь, как-то обогащает, то грош мне цена. Это и есть общение с бесами. Тогда духовная жизнь будет пышным цветом расти, но иного рода, с черного хода, всякого рода сорняки, общение с бесами до добра не доводят. Икона, допустим, изображения всевозможные, библейские сюжеты, но если буду целовать их, почитать их, все, это общение с бесами. Здесь уже, ну, до греха недалеко, действительно, это и есть уже грех, собственно. Потому что ключевым во второй заповеди является – не поклоняйся и не служи им. Вот, много сегодня наговорил, конечно. А вот, значит, Алекс написал снова – мне так никто не смог привести обоснование из Писания для записок об усопших и типа переходы из ада в рай умерших, хотя Иисус в притче о богачей Лазаре говорит, что если заходят, не переходят, но переходить не могут. Вот, конечно, религиозные словоблуды и здесь найдут, что сказать, конечно, что, мол, до Христа не могли переходить, теперь, мол, могут переходить и туда-сюда. Всякая ерунда. Вот, на самом-то деле, действительно, Иисус говорил четко – не могут переходить, однозначно. Вот, значит, и вообще, как таковая идея вымаливания умерших родилась через спиритизм, через оккультизм религиозный. Вот, в семинарах по истории христианства я это подробно рассказываю об этом. Да, друзья, сейчас хочу помолиться в завершение, на последней этой минуте, помолиться за всех вас, благоставить вас. Буду продолжать говорить об этом тоже и в прямых эфирах, буду вновь и вновь делать такие прямые эфиры, трансляции. Вот, записи буду делать также об этом. Пока нахожусь в этом теле, буду об этом говорить постоянно. Я говорю, пока на земле есть хотя бы один человек, который молится кому-то еще на стороне помимо Господа Бога, пока на земле есть хотя бы один человек, хотя бы одна душа, которая почитает мощи, молится останкам святым, целует их и прочей мерзости творит. Пока на земле хотя бы есть одна душа, которая почитает иконы, молится пред ними. Вот я буду об этом говорить, потому что я знаю, с какой грязи Бог меня спас. Я знаю, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Я знаю, что общение с бесами до добра не доводит. Я знаю, что общение лишь с Духом Святым для верующего человека единственное законное, каноничное наше общение с Духом Святым. А общение с бесами это беззаконие, это грех. И всякий религиозный оккультизм разрушается через кровь Божественную Иисуса Христа. Поэтому призывайте кровь Иисуса Христа. Молитесь, призывайте имя Господа нашего сладчайшего Иисуса Христа. Отец Небесный, благодарю Тебя за этот семинар, за все эти четыре части семинара сейчас, за завершение этого семинара сейчас в этот час. Благодарю Тебя и благоставляю великое имя Твое. Я очень признателен Тебе за эту действительно честь, Боже, быть верным Тебе и говорить Слово Твое людям, Боже, и проповедовать Евангелие Царства, и не только не участвовать в делах бесплодных, делах тьмы, но и обличать заблуждающихся, чтобы люди обращались к Тебе, Богу истинному, познавали Тебя, Бога истинного и Тобой посланного Иисуса Христа, принимали жизнь вечную, бесконечную, счастливую, пресчастливую. Слава Тебе, Господь! Благослови, Господь Божий Всемогущий, и призывай кровь Иисуса Христа, Агнца Божьего, которым мы искуплены от суетной жизни, преданной нам от отцов. Благодарю Тебя, Господь Всемогущий, что Господь ни золотом, ни серебром, никакими ценностями этого мира, но драгоценной кровью Агнца Твоего, Сына Твоего, Твоей кровушкой святой мы искуплены от суетной жизни, от греха, от порока и лукавства. Боже, спасибо Тебе, Господь! Благодарю Тебя, Боже Всемогущий, во имя Иисуса Христа, и молю Тебя, Господь, Боже, как Ты совершил чудо в моей судьбе, спас меня от беззаконий и грехов моих, вытащил меня из рва погибели. Господь, сеть расторгты, и я избавился. Спасибо Тебе, Господь, Боже, за все. Благодарю Тебя, Господь, что сегодня я не молюсь кому-то еще. Боже, молюсь только Тебе, Господь. Благодарю Тебя, что я не почитаю ни иконы, ни кресты, ничего не почитаю, только Тебя почитаю, и Тебя чту, и молюсь Тебе, Господь. Спасибо, что сегодня я не молюсь, я за умерших, за упокой, а молюсь за здравие. Боже, как Ты и повелел нам, Господь, христианам. Боже, благодарю Тебя, Господь, Боже, что не почитаю мощи сегодня и прочие мерзости. Боже, всемогущий, благодарю Тебя за это. Но прошу Тебя, как Ты совершил чудо в моей судьбе, совершить чудо это, еще большие чудеса в жизни, в судьбах тысячи и тысячи моих коллег, священнослужителей, и миллионов и миллионов прихожан, Господь, православных христиан, пусть действительно миллионы православных станут христианами, библейской веры, евангельской, во имя Иисуса Христа. Слава Тебе, Господь, благословен Ты, Царь наш, и пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца, и общение Святаго Духа прибудет со всеми нами. Аминь. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя, да призрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя, да обратит Господь лицо свое на Тебя и даст Тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь. И ни в ком другом спасения нет, друзья мои, братья и сестры, ибо нет другого имени под небом и не будет, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. Благоставляю всех вас, дорогие друзья, из города Киева, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев, Реформаторская Православная Церковь Христа Спасителя. Мир всем вам. Аллилуйя. До встречи и на земле, и на небесах, друзья. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя.